Об этом зелёном островке дружные соседи рассказывают с теплотой и любовью. Многие эти берёзки помнят с детства. Роща появилась здесь полвека назад, причём посадили её сами жители. И именно поэтому мысль о вырубке деревьев горожан возмущает. Вся эта территория была целиком принадлежала больнице. В советские времена построили новый забор и этот участок отгородили. Передали администрации города Сливкара. Администрация города Сливкара, не зная, что здесь находится берёзовая роща, выдала данный участок под строительство жилого дома. Какого жилого дома, мы не знаем, но я так понимаю, что почти весь участок идёт под уничтожение. Среди тех, кто высаживал молодые саженцы, дедушка и бабушка Мария Теостапенко. Зелёный островок ей особенно дорог. Вот таким был пейзаж. Ни одного деревца здесь не было. Силами работников больницы был посажен вот этот замечательный парк, который окружает всю территорию поликлиники. Это очень страшно. Я даже просто не могу представить, что здесь будет пустота. В конце концов, здесь птицы, здесь даже белки бегают. Здесь очень много всего. Мы здесь грибочки собирали одно время. Но это, конечно, уже сентиментальности. Но всё-таки мы же люди, мы же не варвары. Так что, пожалуйста, сберегите этот березняк. Эта роща – единственное зелёное место во всей округе, утверждают жители. Берёзь радует глаз не только обитателей частных домов, но и посетителей детской поликлиники. К тому же за зелёным островком всегда ухаживали. Каждую весну соседи организованно выходили на субботники. Такое весьма сакральное место, которое всегда было рядом со мной в процессе Яросла. И росла же эта роща. И всегда мы там бегали, играли. Мы тоже защищали, принимали в этом участие и чистили. Принимали также участие в этих же субботниках. Защищали от мародёров. Очень часто молодёжь там любила сидеть, подвыпившись, естественно, и забывали затушить за собой пожар. Оставляли костёр, точнее, и приходили мы, всё это заливали, к землёй кидали. Несколько недель назад рядом с рощей появились люди, начали проводить замеры. Тогда жители стали наводить справки и узнали, участок с деревьями передан в аренду под строительство дома. Чтобы защитить Зелёный островок, горожане обратились к единороссам. В партийном штабе собрали совещание с участием прокуратуры и городского управления архитектуры. Выяснилась информация о том, что участок, выставлен на аренду, 7 лет назад появилась в городской газете. Но выпуск был специальным, всего 1000 экземпляров, и разошёлся в основном по предприятиям. Поэтому жители и не были в курсе ситуации. На совещании партийцы решили собрать специальную комиссию, которая и займётся решением проблемы. Предположительно, за что можно будет зацепиться. Первое – это определение границ земельного участка. Если они прошли с нарушениями, это можно будет оспорить. Второе – действительно, если подъезда к этому участку нет, встаёт вопрос о строительстве какого-либо объекта. В любом случае, покажет наш выезд на место, мы вместе с экспертами и со специалистами администрации, и самое главное, с собственниками смежных участков, оценим, можно ли будет что-то построить на этом земельном участке без нарушений. Удастся ли отстоять рощу, покажет время. Пока деревья точно не тронут до предоставления архитектурного проекта в городскую администрацию, арендатор вырубать зелёные насаждения не имеет права. Если подобное всё же случится, у мэрии будет основание подать на нерадивого арендатора в суд. Ольга Коняева, Львов Филиппова, Павел Люленмин, телеканал Юрген, Сыктывкар.